Белоруссия – это очень близкий в деловом отношении для космической промышленности России партнер, потому что здесь у нас есть предприятие, это прежде всего пилинг. Пилинг создает уникальную целевую аппаратуру для ряда космических аппаратов России, например, для таких аппаратов, как Канопус. Канопус – это аппаратура, которая позволяет выявлять, несмотря на задымленность, реальные очаги лесных пожаров. В этом плане российско-белорусское сотрудничество, и Александр Георгиевич подтвердил волю белорусского государства к тому, чтобы работать теснее, это позволит создать целую серию аппаратов в рамках группировки дистанционного зондирования земли с использованием белорусской оптической аппаратуры, которая уже показала свои высокие технические характеристики мирового уровня. Второе направление – это, конечно, предприятие «Интеграл». Мы знаем, что сегодня такие изощренные санкции Запада в отношении и России, и Беларуси, они касаются именно микроэлектроники. Но Беларуси удалось за последние годы сделать огромный шаг вперед с точки зрения создания дизайн-бюро, развития IT-технологий. И в этом плане, с точки зрения проектирования электронно-компонентной базы, причем космического назначения, это очень серьезное направление для взаимного сотрудничества между Россией и Беларусью. Сегодня мы начинаем действительно очень такое масштабное сотрудничество. Раньше, если вы помните, шли переговоры о, возможно, покупке каких-то белорусских предприятий российскими интегрированными структурами. Я считаю, что это не совсем верный путь, потому что мы упираемся в оценку стоимости, споры начинаются, и в итоге все уходит в песок. Сейчас мы говорим не о покупке друг у друга каких-то активов, а о сложении этих активов в рамках совместных предприятий и интегрированных структур. Вот это самый путь, который мне импонирует и который поддержан сегодня главой Беларусского государства. Мы вообще можем на рынок выходить с совместной продукцией. Одно из ведущих наших предприятий космического приборостроения – это ВНИЭМ, старинный партнер Пеллинга. И вот, собственно говоря, они могли бы сложить более мощную фирму, которая на европейском рынке, на мировом рынке могла бы представлять, по сути дела, уникальную спутниковую платформу диссонного зондирования Земли. А в перспективе сделать единую бесшовную карту с высоким разрешением и Республики Беларусь, и Россия, и всего постсоветского пространства, видя все, что реально происходит, и обновляемые каждые полтора часа. Для этого потребуется создать большой мощный вычислительный центр, умную машину, куда будет стекать вся информация с орбитальной группировки. Но это уже второй шаг. Мы сейчас этим начинаем заниматься. Пока мы сейчас говорим о самом главном. Создать стабильные партнерские отношения между тем, кто производит целевую аппаратуру, и тем, кто формирует саму космическую платформу и отвечает за запуск на расчетную орбиту космического аппарата. Для Республики Беларусь это хорошее будет, мощное подспорье для развития экономики. А для Роскосмоса это снятие тех излишних административных барьеров, которые обычно присутствуют в отношениях с белорусскими предприятиями. Сейчас мы выйдем на прямые такие отношения.